Часто спрашивают, и мы обсуждаем в проектах, на семинарах, кто же такие МСВшники, где они должны находиться. Здесь показана такая условная организация, в которой есть, естественно, и руководство техническое, и, соответственно, производство. И, в частности, мы обычно говорим о создании некой централизованной службы планирования ТАИР. То есть, если запускается система управления заказами на работы, то получается, что у нас людьми, которые эту систему эксплуатируют, должны быть не механики в отделе главного механика, не энергетики в отделе главного энергетика, а именно централизованная служба по диспетчеризации заказов. Мы так и называем, пытаемся найти какое-то понятие, применимое в России. Соответственно, МСВшники, с учетом того, что процессы и данные для ремонтов, они очень сложные, наша практика – это держать их в этой службе планирования. То есть, они занимаются обеспечением работы службы планирования с точки зрения поддержки данных. То есть, по-хорошему, они же занимаются вопросами создания техкарт, то есть, преобразования их в некие формы, манифицированные. Они же занимаются введением классификаторов, то есть, они поддерживают работу планировщиков. Ну, вы просили пример. Собственно, пример, вот, собственно, это и есть место службы в структуре предприятия. То есть, если у вас есть какое-то подразделение службы планирования, достаточно одного человека, инженера там, поведения УСИИ, но два человека, потому что этот человек может уйти в отрасль. Ну, давайте разберемся, чем они даже занимаются, эти подразделения. То есть, все-таки, основная задача – это реализация единственных решений при обработке данных в ОСУ. То есть, чтобы они отвечали за одинаковость написания справочников, за одинаковость введения этой справочной информации, там, если пользователи этим пользуются. Опять-таки, на нашей практике, поскольку ни у механиков, ни у инженеров не хватает времени на это, то есть, контроль качества вводимых данных, что там пишут пользователи в своих ведомостях дефектах, в своих записях об оборудовании. Кто-то должен контролировать, и, соответственно, если люди ошибаются, задача НСИИшного отдела – это как-то проводить обучение, то есть, так или иначе, заставить пользователей ввести данные нормализованно. Соответственно, задача этой службы – это развитие систем управления. Как ни странно, именно НСИИшники часто являются такими мозгом внедрения систем ОСУ-ТАИР, потому что от качества информации зависит функциональность этой системы. Обеспечение качества поддержки. Ну, я думаю, что вы уже сталкивались с такими задачами, когда идет поддержка ТМЦ, то есть, введение справочника материалов. То есть, там именно скорость обработки записей, она сильно влияет на заявочную компанию, потому что, если НСИИшник не успеет обработать запись о нуклатуре, она не будет заказана. Приблизительно то же самое и с ремонтами, да, то есть, те же самые техкарты, дефекты и данные по оборудованию, они нужны людям в какой-то момент времени. Ну, и последняя задача – это развитие системы классификации данных. Субтитры создавал DimaTorzok